У нас внутреннее совещание. Я возражаю против того, чтобы это все было доступно в СМИ и прочих. Это внутреннее совещание. Поэтому я тоже включила пиктофон. И если будут какие-то выпады во внешнюю среду, которые поручат университет, значит ответственные лица принесут за это ответственность. Поэтому и вы, Алексей Евгеньевич, превышайте свои полномочия действовать именно в университетах. Я вам такие полномочия не давала в данной случае. Я еще, слава Богу, избранный народопректор и несу полное ответственность за деятельность в детстве. Вы превышайте свои полномочия. Будьте любезны действовать в рамках своих должностных обязанностей и полномочий определенных уставов. И так их будут отривысить. И еще. Вообще-то сегодня совещание с сотрудниками. 12 часов. Почему вы по собственной инициативе, у меня совещание со студентами назначено на завтра. У меня со студентами другой разговор. У меня сегодня совещание с сотрудниками. И я, мое распоряжение, информационное письмо было совещание с сотрудниками. Почему вы превышаете свои полномочия? Стоп. Я еще не все сказала. Почему вы берете на себя ответственность в рамках полномочий лектора? Я вам таких полномочий не давала. Я сегодня провожу совещание с сотрудниками и преподавателями Института физической культуры. Я прошу остаться только тех, с кем я сегодня назначила совещание. Со студентами у меня совещание будет завтра. Значит, Юрий Викторович, у меня сегодня, у меня, ректора университета, сегодня совещание с сотрудниками Института физической культуры. Закрытое? Мы не испугались, у каждого... Так. Алексей Евгеньевич, я ректор университета. Повторяю еще раз. Вы уже который раз пытаетесь взять на себя полномочия. Вы, простите, еще не ректор университета. Вот у меня сегодня совещание с сотрудниками Института физической культуры. Рабочее совещание с работниками Института физической культуры. Сложилась сложная ситуация. Учебно-спортивный комплекс у нас на ремонте. Я ожидала, что руководство и сотрудники Института физической культуры решат вопрос. Сейчас ситуация сложилась по-другому. Поэтому вот сейчас у меня совещание. И здесь? Да, рабочее совещание с сотрудниками Института физической культуры. Приглашены определенные лица ответственные за инду, за организацию учебного процесса, за работы с кадрами. Поэтому я прошу остаться только тех, кто приглашен на сегодняшнее совещание. А на Родное вече нечего развиваться. У нас рабочее совещание. Юрий Викторович, почему Вы так считаете? Вы не сотрудник Института физической культуры? Не имеете. В данном случае? Я прошу остаться. Я прошу остаться. До сегодняшнего момента нигде не было окажем, что там есть. Сотрудниками и преподавателями. Я прошу прекратить все привлекания. Я прошу прекратить все привлекания. Я ожидала, что сотрудники Института физической культуры сами поишают вопрос. И мы договоримся о том, каким образом мы будем выходить из данной ситуации. Но не будем смешивать одно с другим. Со студентами я встречаюсь завтра. И разговоры со студентами у меня другие, чем с преподавателями Института физической культуры. Это два разных совещания. Поэтому я прошу остаться вот здесь только тех, кого я сегодня пригласила на совещание. Вот и кого я пригласила. Иначе совещание просто не состоится. А Вы, Алексей Ильич, получите замечание за то, что Вы не организовали совещание в том контексте, к которому Вам было предложено. Светлана Викторовна, я прошу. Не вступать в привлекание. Так, я прошу остаться только тех, кого лента пригласила на совещание.